Здравствуйте, молодой человек. Почему масочный режим не соблюдаем? В общественном транспорте надо одевать масочку. Контроль за ношением масок в автобусах для сотрудников департамента транспорта – ежедневный утренний ритуал. Сегодня их внимание приковано к самым популярным у жителей Самары маршрутом. В утренний час пик 47, 41, 50 забиты под завязку. Сотрудники полиции вежливо просят пассажиров надеть маски. Тем, кто отказывается, следует покинуть салон. Забота о собственном здоровье и соблюдение тех правил, которые установлены в период пандемии, они, безусловно, способствуют тому, что быстрее вся эта ситуация закончится. И мы надеемся, что город заживет обычной жизнью, к которой мы привыкли. Не все безмасочники покорно покидают салон. Сегодня на просьбу выйти из автобуса одна из пассажирок ответила нецензурной бранью. В итоге ей все же пришлось прервать поездку для составления административного протокола. Отвечать придется и кондуктору, которая продала билет человеку без средства защиты. Мы попросили вежливо пассажира покинуть подвижной состав. Мы зафиксировали в том числе в определенных актах номер подвижного состава, номер машины. С экипажем будет проведена проверка, почему они действовали не по инструкции. Ну и, собственно говоря, будем разбираться. А пассажир покинул подвижной состав и для составления протокола полиции. Ежедневные проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте проходят с сентября. За это время сотрудники Самарского Дептранса провели порядка 500 рейдов. Высадили из транспорта более 1600 человек. В отношении 200 из них были составлены протоколы. Сегодня же штрафы были выписаны двум. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.